Тут была бытовка, но какие-то люди испортили ее, пришлось снести Доброе карельское утро, пиздец Холодно, был сильнейший дождь Я вставлю видос с телефона, я записывал на телефон У нас сильнейший дождь, приезжали какие-то ребята на гольфе, там пацан, две телочки Такой пиздляненький пацанчик, что-то говорил, говорил, но они ушли, пришли все, уехали Разбудили меня два раза, когда пришли и когда уезжали Вот так, все нормально, поспал, свежо, хорошо Охуенно Буду вставать Кушать, то, что у меня осталось И надо прогуляться до дома академика, блять Пиздец, погода, конечно, пиздец Если вчера ночью я ходил, блять, я там ноги все испачкал Ну как-то можно было пройти еще по-сухому То после такого дождя там хуй пройдешь вообще, пиздец Ну что я делать, так, ботинки уже испачканы, кроссовки, поэтому похуй Доброе утро Итак, вот в такой обстановке я сегодня спал Вот, вот эта табличка То, что дальше дорога хуже, блять Точнее, кости академики, если ты каким-то образом смотришь это видео, блять Тебе нужно поменять табличку Не плохая дорога Потому что плохая дорога для граждан Российской Федерации Это понятие растяжимое и, в принципе, вполне преодолимое на любой машине Нужно написать Дальше дороги нет Запятая Ни-ху-я И восклицательный знак Потому что То, что я там вчера увидел ночью, это не дорога, блять Это пиздец Это хуже даже, чем вот если через лес вот так вот ехать Где реально дороги нету Ну, это реально пиздец Вот Короче, давай Обзорчик сделаю на свой нож пиздатый Как он Короче, вот эта штучка, да Вот, я вчера говорил Вот так вот берешь, ты открываешь и все Достаешь, точнее, он открывается Здоровенный, блять, на ваха, нахуй Пиздец, такой, блять, классный нож Но есть еще больше Есть Cool Steel Espada XL Extra Large Он вообще пиздец Он еще больше, чем этот на 15 сантиметров То есть этот 30 сантиметров, а тот 45 Ну, смотри, веточка Бам Бам Все Отрезает Ну, если посинее ударить, то отрезает пиздец Хорошо Вот, ну и складывается Замком бэклок Вот, ну все Погнали Сколько у меня там записи нужно посмотреть Блять, в камере севши как ухуй Короче, я сейчас только что увидел, что на камере нет никакой зарядки Поэтому я сейчас опять поставлю на зарядку Вот Пусть на еще подзаряжается, а потом уже пойдем Но перед тем, как я поставлю камеру на зарядку Я хочу рассказать здесь историю сегодняшнюю О которой, блять, невозможно молчать Я, значит, просыпаюсь с утра Сразу объясню, что я когда сплю в машине Я двери все закрываю на кнопке, да, чтобы снаружи было не открыто Но я сигналку не ставлю Ну, будешь там перед... ну, с одного боком-другой перекладываться А на запищи-то охуешь, проснешься и так далее Вот, и, короче, я такой... Я сегодня спал в трусах, мой штаны грязные В принципе, у меня спальный мешок теплый Я не замерз, не ходил даже в трусах, нормально было И, короче, блять, такой... Кроссовки, думаю, чтобы не перелазить обратно Я вчера как сделал? Я сел сюда, снял тут кроссовки, носки, штаны и перелез туда Вот, обратно перелезать в трусах В середине холодной Дай-ка я оттуда ботинки вытащу, на улицу так поставлю И спокойненько тут оденусь Вот, ну, короче, одел сначала носки Кроссовки, вышел, думаю, стою уже, натяну штаны Может, в машине штаны неудобно одевать И у меня привычка, короче, дверь открыл заднюю, да? Кнопочку нажимаешь и закрыл, вот, бам! Я ее закрываю Это была единственная дверь, которая у меня была открыта Я понимаю, что я кнопку нажал, дверь закрыта Это у меня была закрыта еще с ночи И я, блять, сука, стою в трусах В футболке, нахуй, и в кроссовках грязных И у меня машина закрыта Я не знаю, что делать, у меня с собой ничего нет У меня нет ни камеры даже Ни сигнализации, ну, пикалки Может, она в штанах осталась, блять, в машине И все Вот, ну, я как-то сразу сообразил У меня, короче, окошко было настолько приоткрыто Чтобы, ну, ночью дышалось Я так нажал, короче, оно еще чуть больше открылось И через эту дырку он той веточкой Там, на видео, потом покажу Той веточкой, короче, залез, подцепил штаны Потянул их сюда Вытянул их через эту щель Залез в карман и открыл машину То есть, не было какой-то такой ебанутой ситуации Ну, просто со стороны, наверное, это было бы пиздец Чувак в трусах бегает вокруг машины, блять И еще холодно же, нахуй, блять Сегодня намного холоднее, чем вчера, на самом деле Наверное, и к лучшему Потому что ехать будет прохладнее Вот, потому что вчера у меня башка разболелась, блять Ну, скорее всего, от того, что я долго не ездил на машине Вот И... ну, сколько я? Две недели не ездил И такое бывает, когда на Жигулях, на девятке Я когда 99-ую купил, тоже начинает болеть голова Из-за того, что чуть-чуть попадает выхлопа в салон Ты этим дышишь, короче, и охуеваешь потом Голова твоя от этого охуевает Вот, ладно, давай поставим на зарядку камеру Заряжу я чуть-чуть, а то он там вся и ты пиздец Вот, и пойдем вот Вот эта веточка я вчера Сегодня, точнее, открывался Ну, видишь, что машина стоит Это еще какие-то людиски приехали Ну что, закидываем табляточку Погнали Вот тут это место Где мы вчера ночью Задом выезжали Еще раз повторюсь, что мне дико повезло Дичайше, блядь Потому что Ну, сейчас, в принципе, я думаю, уже видно, да, почему мне повезло Потому что Провались я вот в эту колею Хотя бы одним колесом Все Я бы тут ночевал бы Я бы вчера не ходил бы так На энтузиазме Искал бы Искал бы Дом академика А Просто бы, блядь Тут ночевал бы Что, кстати, интересно Следы свежие Какая-то огромная машина Сегодня туда проехала Но при этом Меня не разбудили Странно Хотя, если они просто проехали То я бы, наверное, не проснулся Ебать Просто все, нахуй, раскопал Да, тут и тебе опасно О, дальше такая хуйня Разве это, блядь, можно назвать, нахуй, дорогой? Скажи мне Это раз, дорога, блядь Это пиздец А не дорога Вот Я вчера, кстати, когда возвращался от дома академика Я вернулся минут за пять, за семь А туда шел час примерно Вот Ну, может, я, правда, наебывался За другими путями Пахнет тут каким-то аж Этим, блядь Ацетон, керосин, как называют Ух, блядь, вот Ебать Пиздец тут Вот И обратно я шел очень быстро И, что интересно, я даже Практически не испачкал ноги То есть, если бы я туда дошел аккуратно Или бы там помыл бы ноги То обратно я пришел бы с чистыми ногами Пиздец А вот теперь надо туда перейти Его, видишь, вот туда и наступаем Возвращаемся назад, чтобы там Перескочить Хотя вот тут вроде тверденько Хотя нет, нет, нахуй У меня еще камера в руках В пизду Сейчас ебнусь Да, вот тут все, начинаешь Провариваться Хотя нет, смотрю, вроде твердо Кто-то провалился Блядь, это человек, наверное, который Ебать Ебать Увидишь, что происходит Пиздануться просто можно, нахуй Не-не-не-не, пошли там Обратно Да, пиздец, скользко-скользко Эта глина еще на ногах остается Потом Можно ебнуться И поскользнуться Короче, ладно, выключая камеру А то сейчас Точно, блядь, упаду, нахуй Это говнище все Не хотелось бы Вот смотрю я на эту хуйню Ну, мне здесь Если вот туда встану Мне это по пояс будет То есть тут колья, блядь Мне по пояс, нахуй Что, блядь, за машина должна быть Чтобы здесь проехать Мне кажется, здесь даже танк, нахуй, сядет, блядь Ну, реально, он просто пузом здесь провалится Туда и сядет Понятное дело Он там, наверное, проедет спокойненько, да? Ну, вот Машина с более широкой колеей КамАЗ, допустим Полноприводный Хуй он тут проедет Врэнглер Ну, может быть, врэнглер Тут и проедет, хуй знает Академика, который На огромнейших колесах, блядь А так хуй знает вообще Какое-то ад еще, блядь А не дорога, нахуй Я говорю, это дорога-то и не назвать Это пиздец И ведь ездишь же как-то Видишь, следы-то есть Для кто-то проезжает, нахуй Постоянно А вот те следы Которые Свежие Оказалось, что Я же вчера, когда, короче, на копейке выезжал назад Я немножечко колею ногой стоптал Туда, вглубь Ну, короче, с середины Туда, в центр Чтобы, если что, не так сильно провалиться Ну, отчаянные попытки Спасти ситуацию Которую, кстати, в итоге спас Так вот Вот эта вот хуйня, которую я накидал В колею Она сохранилась Блядь, ну как я здесь пройду Это же пиздец Вот А если она сохранилась Значит Никто по ней не приезжал То есть вот эти куски говна Которые накидал туда Вот такого Они остались, короче Значит Просто Настолько хорошо там человек проехал Что его следы Даже после дождя Ничего не размыло И все Так и есть Слушай, я Уже достаточно много прошел Учитывая, что Был дождь Вот Вчера-то я очень долго шел Я еще, блядь, как дурак Вот сюда свернул Нахуй туда Попезел пешком, блядь Там оказался тупик Вот И Потом пошел наверх Вот туда вот А там такой же есть поворот Я еще и туда, нахуй, повернул И там еще дольше шел В итоге снова пришел туда, нахуй Вот И, короче Проебал кучу времени И плюс еще Зачем дошел по центру Когда можно так по краешку идти, нахуй И все И спокойненько вообще пешочком доходишь Пиздец Вот второй поворот Вот тут вообще Пиздата Дорога, блядь, охуенно Вот была бы такая Дорога Я, может быть, и на копейки Псюду доехал С разгона на ходах Залетел бы в эту горочку И все Вот Ну, это еще Не конец пути Тут еще и терице, нахуй Может, сейчас будет поворот И там около бытовки Там пиздец там Ну, еще покажу, что буду рассказывать Блядь Хорошо, что я в армии это понял Тут же еще один поворотик Есть Вот Я не туда повернул, блядь Я сейчас пешком Пошел не по той дороге Я думаю, что она такая хорошая Вчера вроде Хуевая была Так Смотрим Так Вот Надо было наляпнуть Тебя пиздорил дальше Нам сейчас вот туда Направо получается Пиздец Или, блядь Я изначально правильно шел Короче, хуй знает С этими развилками, блядь На карте она есть А вживую нет Ой, блядь Ну, днем, конечно, попроще И всегда Надо было Может быть дождаться до утра И не пачкать вчера кроссовки Может быть я и с честными ногами пришел бы Да нет, наверное Блядь Тут Ну, видишь, что даже Сука, трактор, блядь Соскользнул Я-то уж подавно могу это сделать Так Скользко, сука Скользко Как говорит Костян Скатиться Блядь Тут или там Давайте там пойдем По траве Ой, блядь Может и наимок раз А то чистая Ой, блядь Ебануться, да Ты посмотри просто, блядь Ну, кстати, походу Тут мои следы Кащерашки Хоп И все О, блядь О, видишь, вода Сейчас наступил, блядь Промочил бы Ну, и не так мокрый Зеленая вода Нахуй Здесь в лужу Все, мы шли правильно, блядь Я просто так Туда-сюда походил Вот, посмотрю, пиздец Да Это я подскользнулся Нахуй Фу, блядь Пиздец Да-да-да Вот на это место Там Можно пройти Минуя вот это вот все Болотце Я помню Я вчера там ходил Тут, кстати, грибов Пиздец как много Очень много Джунгли Русские Мне так нравится Вот эта осенняя атмосфера Вот этот осенний лес Когда грибы Вот эти листья попадавшие Все такое мокрое Ты такой идешь Теплоотетый Комаров, насекомых Никаких уже практически нигде нет Пизда-то Эй, сука, ногу подвернул Сука Где я иду, блядь Почему так далеко Опять не туда повернул Пиздец Эй, сука, блядь Промахил Ой, как моконько Хорошо, блядь Пизда Надеюсь, я правильно приду Ну и че, блядь Пиздец Ну, человек, который сделал тропинку То либо умница Либо Потому что Блядь Пиздец Куда я иду? Я не знаю Ну ладно Пошли дальше Хуже кто-то уже ходил Сейчас прикинь Окажется, что мы упьемся в тупик Человек просто тут походил Короче Пошел назад Да Вот он, блядь Тропинка назад Сука Пиздец Ведь я еще ребятам совет дал Которые приехали Говорю Вы идите только там Где Есть Дорога Автомобильная Потому что Свернете нахуй Кусты И будете там время тратить Сука Сам все равно пошел Блядь Как долбаяк Так Бобры Сука Пизды Мне тут Опа Хуя Опа О, блядь Подскользнулся Опа Ну, слушай Назад-то пути уже, наверное, нет Давай попробуем тут выйти Блядь Ни сапогов Ни хуя с тобой не взял Мог бы его купить, конечно Так, ну че Тут выйду в дороге, нет? Ни хуя Не, ну с другой стороны Мы вроде как идем, да В дороге И при этом ноги не пачкаем Вот То есть Не падаем, ни хуя А, блядь О, тут даже мостик есть Ну че, рискнем? Рискнем? Или не стоит? Риск оправдал себя Идем дальше Идем дальше Блядь, камера опять сейчас сядет Наху, пиздец Ладно, выключу пока камеру Чтобы там еще поснимать Здорово Еще раз И вот Тут была бытовка Но какие-то люди испортили ее Пришлось снести И причем Болт вот такой вот Чтобы, блядь Не открутили Не откручивают же Ну вот Бытовка уже нашел Вон там уже мост Осталось совсем чуть-чуть Охуеть дома уже сколько лет Как он уже стал выглядеть Я думаю, что он просто мокрый После дождя Но, блядь, слушай, тут реально Прекрасно просто место такое Единственное, что Когда Костян говорил Что тут будут стоять такие штуки Я думал, что они будут выше И с крышей А это же Вообще нихуя По сути Ну, здесь только Наверное, от ветра Защищает палатку И все Если ее тут ставить Может, я, конечно, буду достраивать Я не знаю Но, хуй знает Что, пошли в дом заглянем И все Пиздец, красота Карелия, блять Вот эта вот лесная жизнь такая тут прям чувствуется Ну что, пошли к озеру Я так понимаю, тут, наверное, бобры нахуярили Пиздец Водичка стоит Мостик Интересно, эту стружку накидали уже после Или это бобры вообще пожирали Пиздец Прикольно, слушай Это специально сделано или это реально бобры пожирали Я не понимаю Ну вот и люди какие-то появляются уже, но все пешком здесь ходят Потому что на машине сюда ни на одной не проедешь нормально Дорогу, кстати, слышно пиздец Неполная тишина, блять Вообще, как на комонде, прям реально Думаю, что-то мне как-то очень похоже это Давай пораскачим в водичку Прикольно, блять Пиздец Ну что, погнали погуляемся по бобровой тропинке Такая еще зарядка есть Можно было бы, конечно, на нем поплавать Но я подозреваю, что я просто заебусь грести один Вот И грести, в принципе, не очень удобно будет Потому что палка короткая Это нужно на картаны садиться Как-то можно ебнуться за борт Поэтому Не хочу рисковать Сухостью своей одежды, блять И целостью своих телефонов и так далее Может, у меня еще карманы набиты всякими Я проебусь что-нибудь в озере Потом буду садить каждый выходной И пытаться найти это, блять Повальные деревья бобрами Вон, видишь, как погрызли Сидец Такая вообще Просто заповедник настоящий, блять Кость академик, ты красавчик Надо же из такого места сделать такое место, блять И абсолютно дружелюбно к обычным приходящим людям То есть Там Надписи-то типа Абсолютно бесплатные Не ограничено по времени Приятно Хатка бобра Пошли посмотрим Слушай, я не в шараххат, как бобра Но мне кажется, что вот она здесь где-то Вон там водичка В принципе, вот он плавает, наверное И живет Я не понимаю, что это за огромные камни такие, блять Почему они и здесь, и вся корыля ими усыпана Они такие ровные Я не геодезист, и не разбираюсь в этом всем Но интересно Опа Ну, качу за табличка А, плотины Ну-ка Где плотины Пошли посмотрим Вот мне интересно Это реально бобры поджарали Либо это сделано типа так, что Типа бобры Хатка бобра Ну, я так понимаю, что вот Вот эти вот места, где Идешь Идешь И дырки под землей Ну, в землю, да Вот это вот Хатка бобра, блять Скоро мастик нам будет ставить А плотины А плотины Плотины тоже знают, как они примерно выглядят Они выглядят как Во-первых, они должны быть там, где ручей Вот На этом еще одна хатка бобра Я могу не разбираться, конечно, блять В хатках и в бобрах Вот здесь Что-то похоже на плотину, блять Либо бобры, пускай, все хотели разжечь Тут можно Причалить А Причалить и пройти к плотинам бобров Блять Мы пройдем В трассовках-то Да, попробуем Блять Да, левый, ногой, правой Потом туда, левый Хуяк 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 Блять Что-то как-то уже Хардкор Какой-то начал саблить Но Я думаю, еще чуть-чуть И можно возвращаться назад Идти в домику А потом уже к машинке И пиздовать куда-нибудь дальше Либо домой Посмотрим Как по настроению будет Охуеть Вот где-то, по-моему, там снимался Видос С которым я На котором я познакомился С вот этим местом Я академик смотрел Думаю, не хватит, что у него хутор есть Вот это озеро было здесь, короче Больше, чем оно сейчас Скажем так А вот эта дорога Она, по-моему, ведет к той А там можно пешком дойти до моей машины И, в принципе, даже не возвращаться на дом академика Чтобы не идти по глине Вот Ну посмотрим, короче Как там будет дальше О, давай сюда Все, я понял Вот, вот этот вот Раскапывали С зимоснарядом И вот там вот, короче Это ручей идет туда И там плотины вот так вот По этому ручью идут Я понял А где бобры, блядь Я ни одного бобра еще не встретил Даже намека Больше скажу Я только сейчас В принципе подумал Что они тут, наверное, есть И где-то бегают, блядь Блядь, как тут тихо Иди-ка Пиздец У тебя Костян должен был бы здесь жить, наверное Уже покупал Зачем? Чтобы здесь жить Плотины обычно строятся в этом месте Если их нет Значит ветер все сдул Но, что мы там видим Там плотина Пошли на нее посмотрим Сначала Так, все снимем Все, теперь пошли плотина смотреть Вот она, плотинка-то Пиздец Бобриная плотина Вот эту бобры построили, блядь Зубастые такие маленькие мышки Ну, не маленькие, но, блядь, зубастые Пиздец А вот я напротив плотины Предлагаю здесь покурить И, наверное, пиздовать назад Потому что Времени много И машина долго стоит без меня Пиздец Все, мы посмотрели На это все, блядь Охуеть Я все это на видосах на ютубе смотрел А теперь я сам здесь смотрю Заебись Заебись Во-первых Кому интересно Хабавики я не выкидываю Здесь А складываю свою пачку сигарет И уношу с собой Во-вторых Можно пойти туда По чистой дороге Выйти, в принципе Наверное К Дороге И прийти к машине Можно пойти туда И прийти мимо дома еще раз Я хочу прийти мимо дома еще раз И уже вернуться по той дороге По которой я пришел К машине Вот Сейчас дойду на машину А то уже посмотрим Куда дальше Че и как Напиши в комментариях Клещи по осени По плодной осени Хуярятся еще или нет Хуярятся еще не Хуярятся еще и не По плодной осени Я в ахуе. Здесь всегда есть люди. Абсолютно каждый день. Мне кажется только на буднях может быть такой один день, когда никто сюда не приезжает. А так здесь всегда кто-то есть. А я сейчас шел, слышу, музыка играет. Думал здесь люди тусуются. Сходка какая-то. Джип, узло, бухло. Оказалось нихуя. Это было где-то вот там завозим дальше в поселке, а здесь никого нет. Ну что, домик. Я тут даже никакой так не оставил. О, это то, чем писать. Давай напишем, попробуем. Короче, не получилось у меня написать 1.2 configuration, блядь. Есть вот такой уголек, типа можно им написать, но он у меня быстро стерся, короче. Хватило только вот здесь хотел написать, но не стал чужие надписи перебивать. Вот. Ну, может быть некрасиво, наверное, как-то будет. Среди блогерского сообщества, блядь. Я решил на пустом месте. Вот. А он уже кончился. Ну, 12. Пусть Костян думает, что это значит и что это значит. А я пошел сюда. Ребята, тут гранаты взрывают. Все, двигаю в сторону машины. А, блядь. Короче, гранаты эти, это пиздец. Ну, это строкбольные гранаты обычные. Сытошумовая. Ну, гранаты с горохом. Я думал, горохом называют, типа, эти пульки пластиковые. Оказывается, нет. Реально, настоящий горох там. Эй, сука. Блядь. Настоящий горох разлетается. Вот. Ну, мы за стекло встали в домике. Взорвали. И как она, сука, бьет. По мозгам это пиздец, блядь. Голова, сука, опять разболелась, блядь. Ненавижу головную боль. Причем, такое ощущение, что если бы я таблетку эту спазмолгон не съел, у меня бы голова бы не болела. Вот. Короче, ладно. Причем в сторону дома. Вот. В сторону машины. Ну, машина это дом. Жизнь в дороге. Жизнь в машине. Вот. И обмозговываем, куда ехать дальше. Вот. Потому что что-то как-то вот сейчас я так думаю и не совсем готов к дороге домой и не совсем как-то хочется вот прямо сейчас вот ехать. Может быть, чуть-чуть попозже захочется. Но не сейчас. Просто пиздец. Мои новые красненькие кроссовочки, блядь. Все мокрые, все грязные, блядь. Вот, кстати, если взять в расчет вот этот факт про кроссовки, то домой ехать нужно сегодня, потому что я тогда домой приеду их постираю, вот. А они в воскресенье будут сушиться и в понедельник я уже в них пойду на работу. Может, идти вот так вот. Я на работу приду, мне скажет, Вадим, ты что нам тут полу пачкаешь? Так что надо думать, что с кроссовками делать. И думать, блядь, как тут пройти. Как-то волчьи тропы, зайчьи тропы, блядь, пиздец. Вот тут я вчера еще прошел, потому что сухо было. Вот. А сейчас я не ебу, как пройти, блядь. Пизда, блядь. Оп. Ну, видишь, ноги просто скользят, как по льду идешь. Пиздец. Вот. Пиздец. Вот надо рассчитать, что я буду... Тут, короче, целая наука идти по таким местам, что ты, допустим, на одной ноге стоишь, она скользит, и нужно этот факт учитывать, чтобы сделать правильный шаг, чтобы не ебнуться, короче, пиздец. Другая сторона медали, как говорится. Видос Академика смотришь, так хорошо, приехали, что-то там поделали, на плоту поплавали, бобров пощемили и уехали. А в реальной жизни, блядь, приехал, нахуй, испачкался, застрял, блядь, если ты еще и поехал сюда, весь заебался, блядь, устал, голова болит, пиздец. Ладно, погнали, короче, все, нормальная дорога и есть. Все, мы на финишной прямой к машинке. О, блядь, башка разболелась, опять пиздец, нахуй, блядь. Вот, я думаю, мне бы сейчас помогло бы, что, брусь или турник позаниматься, и кровь разгоняется, и голова перестает болеть. Ну, где тут найти турник и брусь, блядь? Ну, что, как-то моя старушка поживает. Она стоит, моя красавица. Посреди леса. Ну, не посреди леса, конечно, но... Весер дует. Микрофон, да? Вот машина гранатометчиков, блядь, и моя. Интересно, почему все там паркуются. Так, сразу сигнал-попроверяем. Все, отлично, машинка не пищала, ее никто не трогал. Ну, что, ставлю камеру на зарядку, и думаю, куда ехать дальше. Сижу, я жду, когда камера зарядится, и думаю, а дай-ка я поиграю в GTA Criminal Russia, блядь. Он у вас там что-то рассказывает, он по радио. Все же играли в GTA Criminal Russia, да? Это типа русская карта с русскими машинами, все дела, блядь. Постоянно вылетает, нахуй. Да что, пятерочка у нас? Блядь, я угадал, да? А, Анашан. Сука, мы можем туда зайти? Ну-ка, давай-ка зайдем в Анашан. Хуя себе, блядь. Блядь, что тут так все страшно? О, пистолет, это хорошо. А что тут за страшно такое все, блядь? А, ну потому что это Анашан, а не Ашан, я понял. Пиздец. Короче, еще раз давай покажу, видишь, синий ноутбук, да? Синий сверху, черный снизу. Пиздец, ну там звуки. И вот чехол. Который я сшил. Ну вообще, идеально подходит, да? Пиздец. Хуя. Ладно, заряжаем камеру дальше и куда-нибудь поедем, короче. На 480 МГц, на 480 МГц что-то происходит. Ну что, пора ехать. Куда-нибудь. Сейчас посмотрю, сколько досортовало, может быть, сортовалу съездим. Пиздец. Ну что, хутор Академика, давай. До встречи, я думаю, сюда еще приеду. С пацанами надо было сюда съездить. Вот. Вот, вот, вот. Лин-карта себя промокла, но я думаю, она тут постоянно мокнет и высыхает потом. Ну ее заломинилили, круто. Электросталь. А-а-а! Орех Лазуев, это Москва. А зачем свою карту Москвы прихуявили? Экскаватор-погрузчик. Ветер подул и дождь покапал. Ездим в Сортовалов. Я хочу еще по карельским дорогам покататься, они мне понравились. Я когда ехал сюда, думал, что вот это плохая дорога. Думаю, тут застревает, блядь, но я проеду, ага, хуй, блядь. Плохая дорога, это хорошая дорога, блядь. Ой, блядь, какая качка, качка, на море качка. Биздец. Ай, блядь, машина грязная, все будут, о, хороший заезд на участок, блядь, охуяц. Двигайтесь прямо, 9 километров, 700 метров. Едем в Сортовалов, посмотрим, что это такое. Раз уже за нее тут чуть-чуть совсем осталось. Режим. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...